В этом году, такое счастливое совпадение, состоялась очередная конференция Сан-Гален, которая проходила уже не в Сан-Галене, не в Швейцарии, а в Вене. Ну и совсем недавно закончилась конференция АСКО в Чикаго. Ну вот здесь делегаты конференции Сан-Галене, основатели вот этого движения, конференции, в том числе профессор Мартино Пикарт, известный вам, Алан Каатес, профессор Гольдхиш, которые 30 лет назад основали это направлением, касающейся выработки стандартов и рекомендаций лечения рака молочной железы. Кстати, на этой конференции были представлены данные Международного агентства по изучению рака, касающихся рака молочной железы, где было впервые показано, то есть раньше мы говорили о том, что в основном заболеваемость рака молочной железы касается экономически развитых странах, то сейчас наоборот число новых случаев рака значительно выше в развивающихся странах, но, к сожалению, и число смертельных исходов также выше в этих странах. Если в развитых странах число погибающих составляет ли четверть, 25%, то, наоборот, в развивающихся странах эта цифра приближается к половине, то есть половина пациентов погибает от заболевания. Кстати говоря, Международное агентство по изучению рака, Российскую Федерацию относится к экономически развитым странам, так что мы входим в это. Вот на этой очередной 14-й конференции было рассмотрено около 200 вопросов, касающихся рака молочной железы и, в частности, значение эволюции в сторону от анатомических определений заболевания, в сторону биологии, в сторону новых направлений, касающихся чувствительности к лечению как гормональному, так и химиотерапевтическому. Вот это часть этих вопросов, касающихся в основном в первый день хирургического лечения рака молочной железы. Ну, все знаете постоянные споры о том, как при выполнении органо-сохраняющих операций, как какое расстояние от края опухоли до края операционного препарата. Сколько миллиметров? Два, десять или больше? И вот в этот раз было дано четкое определение, и с чем согласились все эксперты Сангалина, что достаточно того, что это 92% отсутствие красителя на инвазивных опухолевых клеток надо расценивать как чистый хирургический край. И это иллюстрируется конкретными данными, касающимися десятка тысяч пациентов с оценкой значения вот этого чистоты края. Очень важно, что не только само окрашивание и исследование под микроскопом расстояние от края опухоли до края удаленного препарата, но и радиография операционного препарата позволяет точно оценить, вот в данном случае как бы оценивается как чистый хирургический край, а здесь, казалось бы, значительное расстояние и наличие даже жировой ткани между опухолью и краем препарата. На самом деле сама инфильтрация лимфоцитами затрудняет эту оценку, и приходится выполнять реэксцизию. Совершенно как бы новое направление, касающееся органосохраняющей хирургии, как бы значение таких признаков, как мультифокальность и мультицентричность. В течение многих лет этот признак считался противопоказанием для выполнения органосохраняющей хирургии. А сейчас 72-79% экспертов считают допустимым выполнение органосохраняющих операций даже при этих признаках, имея в виду, что будет несколько как бы истечений и, соответственно, пластика противоположной молочной железы. И это доказывается тем, что эти пациенты, как правило, подвергаются в дальнейшем лучевой терапии и системной терапии. Чрезвычайно много вопросов касалось лучевой терапии, особенно после органосохраняющих операций. Прежнее направление обычными фракциями длительной терапии как бы оставляет большинство клиник. Наметился явный переход к гипофракционному лучевому лечению. То есть не 30, не 45 фракций, а всего 15-16, но в той же суммарной дозе. И 89% подавляющих большинство экспертов придерживаются этого направления в любом случае, в любом возрасте, даже если пациент получал неодиантную химиотерапию. И самое главное, что как бы все эксперты соглашаются с тем, что нет необходимости облучать регионарные зоны, подмышечную область, если при BFC сигнальных лимфоузлов не выявлены метастазы. Облучается только оставшаяся ткань молочной железы. Что касается лучевой терапии после мастектомии, здесь наметился явный, так сказать, противоречие, разное прочтение между обзором, который проводится в Оксфорде, который оценивает десятки тысяч пациентов, подвергаясь лучевой терапии, и мнением экспертов Сангалена. Все-таки по мнению экспертов Сангалена лучевой терапии не подлежат пациенты, даже если имеются метастазы в одном-трех лимфоузлах, но только если есть другие признаки. 90% считает возможным лучевой терапией, если опухоль относится к категории Т3, или это женщины моложе 40 лет. Как мы знаем, согласно мета-анализу в Оксфорде, все пациенты, у которых был даже одиночный региональный метастаз, выигрывают от послеоперационной лучевой терапии. Но здесь как бы разные направления и оценки разных источников лучевой терапии. И очень важный вопрос, касающийся неодевантового лечения, предоперационной химиотерапии и других видов. Как ориентироваться радиологу на первичные размеры опухоли, что было до неодевантовой терапии, или новые уменьшенные размеры? Значит, больше половины экспертов считает, что следует ориентироваться на степень распространения до начала химиотерапии. Как вы знаете, при еще прежней классификации Сангалина было четкое распределение между люминальным А и люминальным Б заболеванием. Имея в виду, что люминальная форма рака это вообще составляет 60-70% от всех опухолей. И эти отличия были основаны на оценке и экспрессии рецептов стероидных гормонов и КИ-67. Учитывая совершенно разное отношение к определению маркера пролиферации КИ-67, в новой классификации, которая называется лечебно-ориентированной классификации, существует какой-то одновременно и лечебный подход, и отнесение к определенному подтипу заболевания. Как бы не вызывает сомнения определение трижды негативных опухолей. Это отсутствие рецепторов стероидных гормонов и Пьер-2. Точно так же понятна опухоль сверхэкспортирующая ВЧР-2, то есть первые два типа. А вот все, что касается опухолей гормонозависимых, то есть люминальных, здесь имеются очевидные противоречия. Ну, если это люминальный А-тип, то есть благоприятно протекающий, низкого риска, то здесь более-менее ясно, это опухоль, высокоэкспортирующая рецепты стероидных гормонов, но в то же время даются и клинические признаки. Эта опухоль относительно небольшого размера, как правило, без метастазов, или с одиночными метастазами в лимфоузлах. Не определен четко промежуточный тип. Здесь предлагается ориентироваться на шкалу, 21-генную шкалу онкотайп ДЭКС. И что касается этих пациентов, более высокого риска, отнесенного к люминальному Б-заболеванию, то здесь очень сложно ориентироваться на оценку КИ-67. Потому что в различных лабораториях, в разных центрах, совершенно разная оценка среднего значения КИ-67. И всякие попытки придать стандартное звучание, чтобы во всех центрах было одно определение, как раньше, допустим, 14 и меньше – это благоприятное течение, а там или 20 и меньше. В каждой лаборатории свои установки, и не удается договориться или выработать какой-то единый стандарт. Поэтому дается такая основа. Если в данной лаборатории разделительный срез между низкой и высокой пролиферацией, скажем, 20%, то пациенты с экспрессией 10% считаются пациентами низкого риска, а выше 30% – высокого риска. Ну, во всяком случае, это как бы отдается на откуп конкретному центру, куда относить пациента, в какую группу риска. И при планировании лечения относительно очень прост подход к лечению трижды негативных, хотя мы понимаем, что это высокоагрессивные опухоли, сложным выбором. В то же время четко определены показания к лечению пациентов с едва-позитивным заболеванием, с высокой экспрессией. Если это больные отнесены к категории Т1А, то есть опухоль 5 мм, без метастазов в лимфоузлах, то вообще никакого системного лечения не рекомендуется. Даже химиотерапия. Но уже начиная с категории Т1Б, то есть опухоль 6 мм и больше, рекомендуется сочетание химиотерапии и препарата Трастозубап. Потому что другие препараты как бы не исследованы в адюансных режимах. Ну, а если более высокая категория Т, то есть больше размера опухоли, допустим, Т1-2, или с наличием метастазов, то здесь рекомендуется уже химиотерапия, желательно включая антрациклины с последующими токсанами. И когда начинается терапия токсанами, присоединяется препарат герцептин или другие антихидват препараты. Если имеются проблемы кардиологические, то предлагается заменить антрациклины на препараты платины, как было в исследовании Сэмона. При планировании лечения больных люминальным А, то есть благоприятной формы опухоли, предлагается применение одной гормонотерапии, без химиотерапии. И в крайне редких случаях рекомендуется рассмотреть вопрос о химиотерапии мягкими схемами, когда есть поражение четырех и больше димфоузлов. Если это премианопаузальные пациенты, то назначается один тамоксифен. Он может назначаться или пять лет, если есть какой-то риск, молодая женщина 35 лет, или одиночные метастазы в течение десяти лет. И это доказано в программе АТОС. Или переход на терапию супрессии авариальной функции и дополняемый или тамоксифеном, опять-таки, или ингибиторами ароматазы. В постменопаузе в этих случаях рекомендуется или один тамоксифен, или в случаях более высокого риска при наличии одиночных метастазов ингибитор ароматазы в течение пяти лет АПФРОНТ или в течение пяти лет после пяти лет тамоксифенов. Сложнее выбор пациентов та же гормонозависимых люминальных Б заболеваний, когда сначала рекомендуется химиотерапия, а потом длительная гормонотерапия по тем же условиям, которые я назвал. Ну и в тех случаях, когда по молекулярно-генетическим тестам считается благоприятна форма заболевания, даже и при лиминальном Б опухолях можно не проводить химиотерапию. Мы помним, в прошлом 2013 году в прошлом конференции Ангалин было рассмотрено пять так называемых мультигенных прогностических сигнатур. И на первом месте всегда стояла вот эта 21-генная шкала риск, онкотайп ДЭЭКС. И при голосовании в 2013 году 88% экспертов, здесь подавляющее большинство, считали, что это единственный так сказать критерий, который позволяет предугадать, предсказать чувствительность химиотерапии. Надо сказать, что поскольку существует значительная как бы дискуссия между различными группами, представляющие разные биологические подтипы, и можно сказать, даже и борьба, то вот 21-генная шкала риска сама как бы себя несколько дискредитировала, меняя бесконечно вот эти критерии относения к группам различного риска. Если в первоначальном, оригинальном варианте низкий риск считался меньше 18, а высокий больше 30, то уже в программе Телор, которая должна была быть опубликована в этом году, но публикации не будет, перенесли, низкий риск, то есть пациенты, не нуждающиеся в химиотерапии, 11, еще важнее проект Фондер, когда касающийся больных с метастазами в лимфоузлах. Здесь как бы основная цель программы показать, какие пациенты, которых есть уже метастазы в лимфоузлах, все-таки не нуждаются в химиотерапии. И здесь идет оценка уже категории промежуточного риска 10 до 25, такая шкала риска. И как бы рандомизация между одной гормонотерапией и сначала химиотерапией, а потом гормонотерапией. К сожалению, публикация вот этого исследования будет только в лучшем случае в 2019 году. Идет набор пациентов. Казалось бы, уже после оценки вот в общем-то проспективно выполнено рандомизированное исследование, было ясно, что добавление химиотерапии у пациентов высокого риска сокращает вероятность риска на 28%. Но это и потом это при действительном наблюдении. Пересмотр вот этих материалов этого исследования НСВП в программе АТАК, это когда сравнивают различные варианты гормонотерапии, показалось, что эта система работает только до 5-го года. После 5-ти лет она не дает четкого ответа о прогнозе заболевания, о угрозе рецидива заболевания. И вот на этом фоне резко стал выделяться проект ПАМ-50, то есть 50 сигнатур. которые оценивают не только прогноз заболевания, но и определяют уже не иммуногистохимические, а молекулярно-генетические подтипы заболевания, в которых совершенно очевидно, что выделяется один тип рака, так называемый люминальный А, который всегда протекает благоприятно в любых условиях, даже если вообще не проводится никакого лечения, а тем более если проводится гормонотерапия. А все остальные типы в каких-то частях пересекаются, и очень сложно ориентироваться на прогноз, ориентируясь только на подтип заболевания. И когда начали сопоставлять вот эту программу ПАМ-50 и онкотайп ДАЭКС, ожидалось, что ориентируясь на шкалу риска по онкотайп ДАЭКС, только больные высокого риска и подлежат химиотерапии, там высокая эффективность химиотерапии. Выяснилось, что у пациентов, которые отнесены по онкотайп ДАЭКС, промежуточному или высокому риску, около 29 или суммарно 36 процентов, фактически это не люминальные опухоли, то есть не гормонозависимые, то есть произошла как бы контоминация, загрязнение вот этими типами опухоли, трижды негативным, экспрессирующими, и так дальше, которые возможно и реагировали на химиотерапию и в этом смысле тогда вызывает сомнение возможной публикации вот там в этом году или в следующем программе Тейлор, где же все-таки была показана химиотерапия и может ли вот эта система онкотайп ДАЭКС четко определять подтипы при гормонозависимой форме заболевания. Что касается больных с высокоагрессивными опухолями, с едва позитивными опухолями, то здесь очень важно знать маркеры резистентности. Почему исчерпывается эффект при назначении одного и того же лечения в сочетании с химиотерапией у одних через 2-3 года после начала лечения, а у другой группы пациентов через 8 и более лет. Тем более, когда появляются новые препараты не только герцептин, тростозобаб, пертозумаб, ТДМ1 и так дальше. И важно знать, кому из пациентов надо назначать такое лечение или тем более, если в адюванте мы не знаем, какой будет эффект, а только через 5 лет, а кому нет. Казалось бы, появился очень важный маркер, который позволяет оценить как бы течение заболеваний, прогноз и чувствительность лечения, так называемый ПИК-3СА, ну, будем просто называть ПИК-3 неудобства. Это большая серия исследований в Германии, которая включала вообще-то несколько тысяч пациентов, но дана оценка на тысячи пациентов, которая показала, что если наблюдается мутация вот это ПИК-3, то эти пациенты как правило слабо отвечают на неодевантную терапию, включающую и химию препарат, и препарат тростозомаб-герцептин или комбинацию препаратов тростозомаб-люпс-лопотенеб, это вот синие и черные сравнения с желтым столбиком. Два раза чаще наступает полный морфологический регресс при отсутствии мутации вот этого гена. Но, казалось бы, найден, так сказать, путь, но когда начали оценивать выживаемость, то никакого влияния на выживаемость в этот признак не оказалось, что, конечно, уже породило сомнения в его, так сказать, возможности. Вот проект Неоальта, который проводился в том числе с участием Российской Федерации, где тоже дана оценка значения пиайки и трясея. Тоже у пациентов, получавших комбинированное лечение химиотерапии плюс терапию тростозома плюс лопатениб значительно выше и чаще наступает полный морфологический регресс. Но мы знаем уже сейчас из публикации, которая касалась проекта Альта, такое же лечение, но в одевантах применений, что вот эта высокая частота полного регресса не транслируясь в такое же увеличение выживаемости, хотя почти в два раза чаще наступали полные регрессы, но там пока еще трехлетние наблюдения, возможно, при последующем что-то изменится, но пока нет оснований как бы считать это доказанным. Вот проект оценки влияния и возможности использовать этот же критерий в программе NSVP-31. Оно давно завершено, уже больше десяти лет назад, где четко видно, что добавление герцептина тростозумаба резко улучшает выживаемость больных в синей линии. однако оценка опять же мутации PI-KCA или ПИК-3 не показывает какого-то влияния на выживаемость. Да, добавление герцептина улучшает выживаемость, но значение мутации этого гена не прослеживается, поэтому делается вывод, что PI-KCA и подтип по ПАМ-50 не является предсказателями биомаркерами чувствительности и тростозумабу в адюантом лечения. Еще один возможный потенциальный так сказать маркер чувствительности так называемый иммунологический маркер как называют по опухоль инфильтрирующей лимфоциты или программа тела. в исследовании опять же немецкой группы включало несколько сот больных было показано, что у больных с трижды негативным заболеванием в ответ на неодианту химиотерапию наблюдается высокая чувствительность при наличии вот такой инфильтрации. Но имеется в виду не просто лимфопластмодостральная инфильтрация опухоли окружающей ткани, но и тех маркеров, которые контролируют этот процесс. Однако вот и сам метаанализ проведенный уже на большом количестве пациентов, 12 тысяч пациентов, как бы подтверждал это. Но повторные исследования, которые поведены в финской группе, не полностью подтверждают вот эти результаты, поэтому понимая, что это очень важное направление, и это было рассмотрено в Сангалине, но пока при голосовании как бы Сангалин не поддержал это предложение патологов, то есть уже наряду с гистологическим типом заболевания, иммуногистохимией, надо давать патоморфологам и степень лимфопластмодостральной инфильтрации опухоли. Пока как бы еще надо исследовать этот процесс. Ну и наряду с такими биологическими подходами, конечно очень важны вот так называемые лабораторные изобразительные методы, имеем ввиду оценка выживаемости с наличием или отсутствием так называемых диссиминированных опухоли клеток. Это направление очень интенсивно развивается и оно позволяет проводить оценку лечения, прогнозировать заболевания и проводить мониторинг. И это же касается так называемых циркулирующих опухоли клеток в ответ на химиотерапию при пациентах четвертой стадии. Это направление пока еще чрезвычайно дорогостоящего, но оно безусловно будет идти и развиваться в ногу с клиникой. Ну и в заключение вот то, что делал в свое время заключение Сан-Галленд мало изменилось как бы в заключении Сан-Галленд 2015, то есть как бы эксперты ориентируясь на результаты многочисленных исследований проведенных и в Европейском Союзе, и в Северной Америке призывают более широкому выполнению органосохраняющих операций. Даже в тех случаях, когда показана мастектомия с помощью неодневантного системного лечения оказывается возможным выполнение органосохраняющих операций при условии последующей лучевой терапии и химиотерапии. Эксперт призывает и это делается в том числе к счастью и в нашем институте более широкое выполнение в рамках органосохраняющих лечений выполнение BFC сигнальных лимфоузлов. И даже при наличии метастазов в двух лимфоузлах не выполняется больше оксидиарная диссекция если выполняется в последующем лучевая терапия или системное лечение. Эта терапия безусловно показана у больных с трижды негативным заболеванием и с экспрессивной 2 Нью. И конечно очень существенный переход в гормонотерапии на более мягкие схемы применения более простого лечения или один тамоксифен от 5 до 10 лет или в редких случаях супрессия в реальной функции. И наконец эксперты признают что как и в 2012 году что пациенты с крупными опухолями все-таки приходится считаться с наличием как бы самого анатомических признаков в том числе наличие региональных метастазов и даже несмотря на благоприятные биологические молекулярно-гератические заключения все-таки проводить у этих пациентов дивантную химиотерапию спасибо за внимание аплодисменты спасибо за внимание спасибо за внимание Продолжение следует...